Казахстанские предприниматели в таможенном союзе все равно, что чай второго или третьего сорта. Председателя агентства по защите конкуренции Булатпека Куандыкова, что называется, задели за живое десятки случаев дискриминации отечественного бизнеса со стороны России. Он даже заговорил как-то совсем по-русски. Мы сейчас рассматриваем дело о невозможности закупа наших казахстанскими молочными предприятиями, молочной продукции у фермеров Алтайского края. Потому что губернатором Алтайского края приняты нормативный акт, где оговаривается о том, что молочная продукция не может реализовываться субъектом третьих стран. Булатпек Куандыков призывает депутатов создать наднациональный антимонопольный орган, чтобы защищать интересы национального бизнеса. Но вот некоторые депутаты оказались не готовы включить патриотов. Коммунист Турсумбек Умурзаков называет такие фортели рабочими моментами. Хотя ничего родного на рынках ближнего зарубежья глаза не видел. Если речь будет идти о потребительских товарах, то я, например, не встречал. Если говорить о том, что мы экспортируем наш нефть, ну сказать, зарубежем все машины, то есть значительная часть автомашин ездит на нашей нефти. И, например, продукция металлургической промышленности. Это говорит о том, что мы поставляем туда, мы поставляем концентраты, мы поставляем, говорится, руды. Это говорит о том, что мы поддерживаем ту промышленность, которая находится за рубежом. То есть мы в определенной мере сырьевое государство, мы поставляем сырье, но это наше преимущество. Некогда один из первых руководителей Госкомитета по антимонопольной политике, а ныне оппозиционный социал-демократ Петр Своек говорит, что никто из стран-участников таможенного союза по-настоящему не заинтересован в единстве. Продать сырье побольше на мировом рынке, завести все необходимое для промышленности и потребительского рынка, чего сама страна не делает, и где-то урвать внешнюю денежку, потому что наш любимый национальный банк национального фондирования не осуществляет, и все развитие можно делать только за счет внешних инвестиций, внешних кредитов. Вот задачи Казахстана. Пока одни чиновники говорят о дискриминации, другие рапортуют. Национальное агентство по экспорту инвестициям «Казнекс Инвест» отчиталось, страна наэкспортировала товаров на миллиард 800 миллионов долларов в 100 стран мира. В списке «Мэйтэн Казахстан» безалкогольные напитки, трансформаторы, рис, шоколад и удобрения. Вот только в магазинах Минска или Москвы этих продуктов практически не встретишь.